Всем привет! Это канал Any Nails. В этом видео я покажу вам укрепление акриловой пудрой. Итак, я сняла покрытие на клиенте и придала форму мягкий квадрат. Сейчас моя задача отодвинуть апельсиновой палочкой кутикулу и сделать аппаратный маникюр. Я взяла фрезу пламя синие насечки и двигаюсь справа налево, далее буду двигаться слева направо и потом уже приступать к другой ручке. Вот пока мы делаем маникюр, я вам расскажу, что данная процедура укрепления акриловой пудрой у меня входит в стоимость покрытия гель-лаком. Потому что я считаю, что это очень легкое укрепление, но не особо сильно защищает, допустим, как гелевое или агрегелевое, и оно быстрое в выполнении. Поэтому я не беру за это дополнительной стоимости. Потому что я хочу, чтобы у моих клиентов были крепкие ногти и хотя бы акриловая пудра защитит ноготочки от мягкости. То есть у кого такие ногти мягкие, как раз таки очень хорошо подходит акриловая пудра, чтобы сделать их немного жестче, чтобы они выдержали. И далее я беру микрофончик и срезаю кутикулу вот таким красивым срезом. Ножнички я здесь использовать не буду. Кстати, если вы еще не подписались на мой инстаграм, обязательно подпишитесь, потому что там много интересных дизайнов, также статей. Подпишитесь, там вы найдете много интересного. В общем, это укрепление подходит для тех, у кого мягкие ноготки. Чтобы они не размокали и не гнулись, отлично подойдет такое укрепление. Но если у вас более сложная ситуация и вам нужно хорошее такое укрепление, то лучше уже делать гелевое укрепление, либо акрилевое. Гелевое я делаю с запечатыванием кончика, жгутиком. Есть у меня куча видео по поводу этого укрепления с 100% ноской. Если вам интересно, обязательно переходите по ссылочкам, будет и под видео, и в тут подсказках выплывать. Обязательно приходите и посмотрите, очень интересно. Эта клиентка делает постоянно акриловое укрепление, то есть акриловой пудрой, и видно это на ноготках. Вот оставшаяся акриловая пудра, она видна. Итак, что нам для этого нужно? Я нанесла праймер, и далее я нанесла базу Уно тоненьким слоем, тоненьким слоем, близко к кутикуле. Далее, когда мы нанесли на 4 ноготка, я беру акриловую пудру и сыплю на ноготочек, не доходя до кутикулы. Это очень важно. Для того, чтобы вы не мучились с покрытием, и у вас не затекала база, либо цвет под кутикулу, не доводите эту пудру до кутикулы. Вот, и то же самое делаю с другой рукой. То есть, мой секрет покрытия акриловой пудры, чтобы вам не мучиться, это не доводить до кутикулы. На самом деле, там особо нам вот эта акриловая пудра не нужна. Она нам не даст сильно какого-то толстого покрытия, она просто делает кончики как раз-таки жестче. Вот, то, что нам и нужно. И этого достаточно для ногтя, то есть нам хватит этого. И обязательно доводите все это до кутикулы, а потом мучиться со затеками. В общем, далее я протираю ноготки, смахиваю пыль и наношу уже другую базу с выравниванием сверху по акриловой пудре, то есть когда я уже ее просушила. Сушим ее где-то 30 секунд, если у вас, как у меня, Sun One лампа. Базой сейчас покрываю я Луи Филипп Стронг. Делаю выравнивание, помогаю себе тоненькой кисточкой от Эмми и апельсиновой палочкой убираю, если что-то зашло на кожу. Далее я покрываю классными гель-лаками, они такие полупрозрачные. Буду покрывать в два слоя, подвожу кисточкой, также помогаю себе. Они такие классные тем, что они полупрозрачные и создается очень интересный эффект на ногтях. А эти цвета сейчас достаточно актуальны и смотрятся на ноготках просто великолепно. Мне нравятся эти цвета, я уже как-то брала фиолетовый, он был такой полупрозрачный, прикольный цвет. Это кстати гель-лаки ингарден, мне они понравились, ну вот такого эффекта фиолетовый цвет, и я решила взять вот эти два летних оттенка. И сразу же мои клиенты все поголовно стали делать эти цвета, причем не могут обычно определиться с цветом, и делают два цвета на ручках. То есть было у меня еще одно такое, что на одной руке один цвет, на другой вот этот желтенький цвет. А вот эта клиентка выбрала вот такой вариант покрытия. Вот это я уже покрыла во второй слой, и получается примерно вот такая картина. Далее я покрываю топом от Clio. И смотрите, я всегда после покрытия, когда все просушила, я прохожусь пилочкой, для того, чтобы край был красивый и ровный у квадратиков. Это я делаю всегда. Далее покрываем уже нашу кутикулу маслечком, втираем ее в кожу. Это сухое масло, очень вкусно пахнет. Ну и не забываем про массаж ручек. А на этом все, вот такой результат у нас получился. Красивые летние ноготочки и укрепление акриловой пудры. Если вам понравилось это видео, обязательно ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на канал, и ставьте колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Всем пока-пока!